На Кубе проходит первый международный нефтегазовый саммит. Его цель – привлечь инвесторов в местную индустрию и выразить поддержку иностранным компаниям, заинтересованным во входе на рынок. Трёхдневное мероприятие посетят представители таких компаний, как Шерит, CNPC, Милбана Энерджи и государственная нефтегазовая компания Венесуэлы. Встреча организована Министерством энергетики Кубы, а также государственной компанией Куба Петролиум. Представители кубинских корпораций сообщили о текущих инвестиционных возможностях – от получения лицензий для работы на острове до законодательных правил в сфере. «Ситуация с ценами на нефть в мире не способствует привлечению инвестиций в нефтяной сектор. Мы должны сохранить уверенность в стабильности Куба Петролиум ради будущего нефтяного бизнеса». Замминистра энергетики Кубы обрисовал перспективы поиска месторождения нефти на территории острова, а также в глубоководных зонах Мексиканского залива. При этом иностранные предприниматели считают, что этот период может быть интересным для американских инвестиций, даже несмотря на неопределённость в связи с приходом в Белый дом Дональда Трампа. «Куба продвигает свой офшорный сектор уже несколько лет. Сейчас хороший момент, чтобы на него зайти, особенно на фоне улучшения отношений между странами в 2015-2016 годах». Впрочем, заинтересованы в инвестициях не только американские, но и китайские компании. Некоторые из них уже ведут на Кубе сейсморазведку. В настоящее время Куба производит более 40% потребляемой в стране нефти. При этом она сильно зависит от Венесуэлы – своего главного поставщика – дешёвых энергоносителей.